всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 1 мая вот заканчивается мой рабочий день в теплице сейчас уже обед и несмотря на то что на улице холодно все равно в теплице становится теплее я утром говорила что на мне была и шапка и куртка вот эта стяженная 100 одежек сейчас я опять разделась за шерстяные носки сняла все хорошо и сейчас вот я высаживала когда эту рассаду сегодня утром я вам говорила о разных способах высадки о том что даже в один год в одной теплице можно использовать и 1 и 2 и 3 способ высадки томатов но это я напомню как вот который горизонтально с заглублением через кул и вот сейчас уже прочитала один комментарий что одна пишет зрительница что хотела вот колом с углублением попробовать на будущий год способ но так как нынче вот эта затяжная холодная весна то возможно еще в этом году придется вот эту переросшую рассаду высаживать таким способом и я вот этот обобщающий видеоролик вам сняла для того чтобы показать что разнообразные существуют способы и на любой случай жизни есть вот такой вот какой-то один из вариантов и сейчас такой же общий всесторонний вот такой ролик хочу рассказать о том что добавлять в лунку в этот период когда мы все высаживаем эти вопросы ежедневно поступают что вы кладете в лунку что можно добавить в лунку но если о солнышко но если у меня спрашивают что вы кладете в лунку и я расскажу что я кладу то возможно вам это не подойдет у вас может быть другой совсем состав грунта и я хочу сейчас перед тем как все варианты отдельно рассказать ой прелесть вы посмотрите прям погода сразу поменялась я хочу сначала общий вот такой ролик такой же как про способы если задумываться весной что положить в лунку тут опять же будет очень много вариантов например есть любители экопродукции которые как бы считают что ни в коем случае нельзя минеральные удобрения добавлять и вот любыми способами и методами они стараются как-то вырастить на своем участке овощи без применения фабричных удобрений у них будет вариант совсем один для них я сниму отдельный видеоролик там говорится и про рыбную муку и про золу потом они азот восполнят этими травяными настоями всякими вот эти травяные брашки будут подкармливать иногда и этого хватает вот если человек у него есть и там где-то засела в голове что ни в коем случае я не буду пользоваться фабричными удобрениями то пожалуйста подойдет вариант зола рыбная мука травяные настои подкормки различные брашки делают все и вот во время высадки про это я сниму отдельно ролик есть это вот как сейчас последнее мне кажется влиянием последнее веяние вот этой моды что экопродукты обходится этот способ немного дороже но он тоже имеет право на существование многие его используют есть традиционный способ или как метод выращивания когда просто весной или осенью даже добавляют обыкновенные минеральные удобрения то есть когда при заделке лунки добавляют немного перегноя или даже если нет перегноя можно немного азотистых удобрений куда добавляют обычно там столовую ложку суперфосфата и чайную ложку какого-то калийного например сырокислого калия вот этот способ он как бы как бы он не то что традиционный он самый простой самый распространенный потому что когда раньше вот было развито это садово-огороднические вот эти все были движения каждую весну ведь море миллионы вот этих огородников из города такая волна волной прям ну распространялась по всему этому пространству ясно что у многих из них никакой рыбной золы никакой рыбной муки не золы не было большинство людей пользовались вот этими удобрениями а удобрять приходилось обязательно потому что давали обычно вот эти нарезали садовые участки в не очень хороших и в не очень плодородных районах у нас очень мало плодородных районов в стране и большинству людей нужна вот эта добавка весенняя или осенняя вот это традиционный метод но конечно есть еще экзотические методы такие как вот добавляют пюро куриное закапывают рыбок свежих прям не рыбное не мясо костная мука свежих рыбок и все туда и бананы закапывают и яйца сырые закапывают про эти методы я не буду рассказывать потому что я никогда ими не пользовалась и я считаю что каждый имеет право попробовать этот метод но все-таки если ты выращиваешь ну как такое большое количество как у тебя такой огород не просто там две-три луночки то вот эти бои бананы и яйца закапывать это просто нереально в нашей жизни вот мне чтобы банан в каждую лунку закопать надо наверно машину бананов все я сейчас закончу вот это общее и я говорю это только для того чтобы вы понимали особенно начинающие огородники что из всякой ситуации есть выход из любого положения начали высаживать если у вас есть возможность сдобрить удобрить луночку вот этими натуральными там рыбной мукой залой добавить перегной это все прекрасно если у вас нет этого можно вполне добавить и супер фосфат и монофосфат калия добавляют все эти удобрения уже давно доказано и все ученые и специалисты говорят что в минимальных дозах в оптимальных не злоупотребляя эти удобрения не наносят никакого вреда нашим огородам и я вот сейчас покажу вам потом один я уже сняла видеоролик другой еще сниму покажу разные методы и способы вот что положить в лунку и про себя я скажу что я пользуюсь всем одну теплицу заправила например рыбной мукой и залой все у меня больше этого продукта нет потому что золу достать тоже в городское чертение очень просто и рыбная мука я посчитала что если весь огород удобрять это очень дорого выходит следующую теплицу я точно также удобряю супер фосфатом серо-кислым калием если ничего этого нет под рукой но вот бывает что все закончилось я могу высадить и просто так я вот показывала когда быстрый способ высадки томатов я просто посажу просто землей за грибу полью и потом через какое-то время когда у меня появится вот та же самая можно сделать вытяжку из супер фосфата можно монофосфатом просто методом полива сделать подкормку которая насытит наши растения фосфором и калием все так что если у вас чего-то нет не расстраивайтесь все это взаимозаменяемо можно делать и так можно делать и так если вы не не такой ярый сторонник вот это экологических продуктов которые все равно но я считаю в нашем например в городской черте вообще невозможно вырастить эко продукты не добавишь так добавится с помощью воздуха выхлопных газов если бы не я такой сторонник пожалуйста можно добавлять обыкновенные минеральные удобрения пол страны пользуются этим методом все кушают и по вкусу они не сильно отличаются хотя некоторые пишут вот когда я обычно начинаешь говорить что добавляйте супер фосфат все говорят что ну зачем тогда выращивать держать свой огород если еще что-то добавлять а если почва такая что без добавки ничего там вообще не вырастет вообще какой смысл тогда выращивать на такой почве где одна будет помидорка болтаться бедненькая на кусте но это дело выбор за вами каждый выбирает то что ему приемлемо то что ему подходит например по материальным соображениям по каким-то по трудозатратам кому-то проще например полить просто подкормить а кому-то кто-то будет заделывать вот это пух перо бананы яйца не жалея сил если ему так нравится да все до свидания после этого возможно эти видео ролики придут сегодня вечером или завтра утром я покажу вам и первый метод как вот с рыбной мукой и золой и второй метод супер фосфатом все методы хороши любой пожалуйста какой нравится такой применяйте